Ну, присутствие, потому что и фильмы, и музыка его звучит. Правда, конечно, не на общественной российской, не на общественном телевидении России, но это потрясающий русский композитор, конечно. Значит, я была приглашена на главную роль в фильме «Праздник детства». Этот фильм снимали режиссеры Леонида Юра Григорьевы по рассказам Василия Макаровича Шевчина. И вот началась такая, как бы, жизнь, то добрая и искренняя, и даже вот если посмотреть внимательно на его лицо, это бездомные голубые глаза, это тоже, как говорится, очень характеризует и улыбка. И улыбка. Он всегда улыбался. У нас было много разговоров. Я, когда выходила в своих фортепианных занятий, я непременно рядом мы помещались. Еще у нас было здание «Барако», как мы его называли. И в одном конце была камера фортепиана, в другом – кафедра теории и истории музыки. И вот в перерывах можно было немножко общения, получить удовольствие от этого общения. И надо сказать, что Павел Владимирович был замечательный композитор. Потому что здесь у нас разговоры были очень о многом, и о творчестве, о тех поэтах, которые любили мы. И, в частности, очень много было разговоров о Сергею Александровичу Есенине. Павел Владимирович очень любил поэта, знал его много. А у меня так случилось к тому времени. Это очень, как говорится, муж, который обожал Сергея Александровича и до сих пор обожает. Потому что действительно поэт, философ. И даже я вот сейчас, когда я смотрю, как иногда представляется по телевидению, будь то музыкант или писатель, они говорят, и продюсер, и поэт, и композитор, и кого только они не называют, что они это есть. Скромности, к сожалению, черта уже сейчас почти исчезает. А Павел Владимирович был именно очень скромен, очень достоин как композитор, как человек, потому что очень добрый человек. И он действительно много сделал добра всем. И я вот смотрела и искренне хорошей завистью завидовала на тот порядок и та атмосфера, которую создавалась на теоретической кафедре. У нас этого не хватало, на сожалению. А там это была совершенно другая атмосфера. И, конечно, все зависело от головы. Вот эта голова была светлая, умная, поддерживающая действительно всех. Вот. И я думаю, что это просто счастье, что люди рядом работали, и что они были поддерживаемы. Это большое дело, потому что, когда заведующий кафедрой думает о том, кто у него, и как он будет расти, и как он будет дальше развиваться, и за какие знания он будет давать студентам, это большое дело. Это, к сожалению, бывает не так часто в нашей жизни. Я могу это сказать и по своей уже работе большой, как говорится, долгой в консерватории. Поэтому вам повезло. И это замечательно. И я хочу всех поздравить, что вы общались. Вы общались, вы имели вот такое отношение заведующим кафедрой, вам было легко и свободно работать. И расти. И вот это большое дело. Так что я за Павла Владимировича поднимаю багал, потому что я считаю, что 90-летие – это большая дата. И действительно при его таланте, при его таких возможностях можно было еще многое-многое сделать. Но слава Богу, что он сделал то, что он успел. И это очень для нас радостно. Так что за Павла Владимировича. За Павла Владимировича.